Здравствуйте, уважаемые блогеры, блогеры из Перми, бывший сотрудник КГБ СССР, следственный работник Бессонов Алексей Борисович, сегодня 6 сентября. У меня такая фаболочка, домашняя, она такая, знаете, такого фида. Друзья мои, вот сегодня Эхо Москвы передавало передачу про Арбатский округ. Целые генералы, полковники дослужились за эти 20 лет, которые ни дня не были в армии, не провели ни одного учения, ни в одной казарме не жили, зато имеют ройсы, дачи, машины, генералы, и даже Сюрдюков, этот министр, Тубаревкин, он схватился за голову, ну как же так. А я вам хочу сказать, что такая же ситуация и ФСБ. Такая же ситуация, то есть служить практически некому, некому служить, ни одну задачу этого ведомства, которое сегодня называется ФСБ, оно решить не в состоянии. Так как тут Арбатский округ сегодня, развалили все, но вы поймите, это же все-таки лейтенантом он должен до майора, до подполковника ползать по казармам, жить, это все нормально, все с этого начинали. И я на моих глазах, что он процесс развала КГБ, приходили, уходили, уходил цвет нации. Профессор Яков, начальник высшей школы КГБ, умница, красавица, интеллигентнейший мужик. Ну я вам хочу сказать, что в КГБ не было в таких должностях руководящих подонков. Ну были всякие, так сказать, вот у нас был Толя Коряев, я не буду называть его отчество, Харяев, Харяев первый, не К. Так вот, Толя Коряев, он преподавал, как сказать, у нас спецдисциплину, там есть такая дисциплина, он учат там всякими фишками и так далее, но я вам хочу сказать, что никакого, его и такую публику держали на всех кафедрах, спец, никогда к личному составу, тем более к науке их не допускали, потому что этого, знаете, весь фильм «Председатель», там такой есть эпизод, там это уж играет такого НКВД руководителя, ГП, это даже другое, что называлось, или Хрущевские времена, там объединяли отборами и так далее, для такого мерзавца, который, знаете, по политической линии писал, вот это слепо коряю, но они, эти люди, никогда не определяли погоду в системе безопасности, да, там было 5-е управление, но и то там все было сложнее и так далее, были начальники факультета, это были ученые, нормальные, это специалисты в области права, сами бывшие следователи, он у Луляков у нас был начальник факультета, начальник особого отдела, не особого, а следствия, в том числе 40-го армии в Угадистане, обслуживал, знал, все, так сказать, старый был, нормальный, умница, все было нормально, как Кутузов, вот у нас такая мыла, то есть и атмосфера была, соответственно, вот как пришла вот эта публика, я ему в лицо этому хоряеву говорю, что ты подонок, негодяй, подонок и мразь, и он никогда не стеснялся, и этому и руководству, когда меня национную вызвали, ну и понятно мое отношение к Ельцину было, я сказал, что вы подонки взяточники, и посадят вас, и действительно, Тимофеев стал после Дьякова, у него даже юридического образования не было специализировано, Ельцин назначил, его убили, сожительницей молодой, причина и коммерческая деятельность, его зам посадили за взятку, за вымогательство, виноват, вымогательство, 3 миллиона долларов вымогал, Павлов отбыл наказание, 4 года получил, ну это же позорить, ну послушайте, ну есть вещи, которые не писаны, не может сотрудник АГБ совершать разбой, вымогательство и так далее, я тоже, так сказать, живу, не сахар как, тружусь тяжело, так сказать, преследует власти, ругаясь с руководством, но я же не совершаю преступление, я же, так сказать, и так далее, почему, потому что, ну есть вещи не писаны, одел, поймали тебе, надели эту форму, дали тебе эту ксиву в зубы, и так далее, все, ты уже, так сказать, по жизни мент, и есть вещи, которые ты не справишься совершать, да, ну и так сказать, да, ненавидят меня, называют, и так сказать, все это проходило, бандюки зубами еще ляскали, и так далее, ну у нас такая профессия, каждый должен быть своим делом заниматься, ну это же мерзавцы и подонки, и они сегодня довели до развала все, нет армии, нет системы безопасности, ничего нету, и стране каждый пятый побывал в тюрьме, и экономики нет, но я верю все-таки, что этому режиму придет конец, и будет национальный Нюрнберг, и будем разбираться, раздавать всем сестрам по селькам, будем, будем садить искать подсудимых, и будем задавать вопросы, будем, господа, патрушев, я его на дуэль вызывал, патрушев, вот сюда приезжал, я остался с плакатом, меня там незаконно, так сказать, тут какую-то провокацию устроили, здесь все шестая, меня там за руки туда понесли, здесь все шестая, чистейшая воды, на каком основании, я юрист, что тут, все, стой, здоровье, не нравится, и так далее, но он трус, даже не удосудивая, мне бы доложили, я бы пришел, ну давай, что случилось, расскажи, ну давай разберемся, что там, и так далее, все равно я бы разбирался, потому что, ну это люди твои, офицеры твои, твоя, так сказать, твоя кровь, плоть, и так далее, они умирать должны, за кого умирать, западывал, сынка там своего учил, сейчас в банке возглавляет банк, с Бортниковым сыном, ну это же безобразие, ну что это, ну что это за херня, надо поморги ему дать, и все, и это нормальный процесс, ну что, в строю все равны, кем бы не был, а кто бы не был, и так далее, но у нас, вот это самое, Дьяков там тоже один приезжал на Мерседесе, тогда еще не было, раз приедешь, все, больше я тебя в жизни никогда не увижу, все, это ерунда, все это святой армия, там все равны, все в одной форме, стоят, и все это херня, натуральный, ну что за скоты, ну как так можно, ну как так можно, я не знаю, а им без разницы, именно нас воровать, нажраться, балдеть, пропить, это они могут, ну посмотрите, там сегодня, старший опер 28 лет, старший опер, в центральном аппарате ФСБ, ну это же издевательство, ну это издевательство, ну это просто, ну это просто, идиотизм, раньше только в 30 лет начинали, в 30 лет, мальчик после армии пришел, креп, он уже должен конфликтовать, должен быть мощным, жестким, хороший человек, это не его профессия, он должен конфликтовать, сажать в тюрьму, задачу безопасности обеспечивать, нормальной процессией, все должен пройти, 28 лет, он не в армии не служил, ничего, ни портянку не мотал, я на границе два года отбарабанил, так сказать, горжусь этим, потому что ничего лучше, святой, чище, светлее нет, чего там не было, все нормально было, все нравится, все, ну это мерзавцы, поэтому все развалено, все уничтожено, но главное, Патрушев, еще запортник, сейчас лысоватый такой, я тут в Египте встретил полковника одного тоже, с КГБ на пенсии, он говорит, я материться, вот мы собираемся так, где-то разговариваем между собой, старики и полковники, старые, с КГБшники, ну а те, вот если ты, сутенок, слышал, что они говорят, ну так же нельзя, ну надо же совесть иметь, поливает матом просто, трехэтажным, понимаешь, у нас был, ладно, у нас был Титаник один, с Титановый, ну лоб гранатой пробил, не разорвалась, Титановый, Сол и Кутузов не уходил, глаз забить, Титановый лоб был, ну конечно, с головой еще, кидался с ульями, ну это что поделаешь, так он, меняем нормально, ну просто, и так далее, ну и вот он, тот, ну мужик был порядочный, приличный, так вот, трехэтажным матом, вот вы, я не хочу говорить, что, ну совести нет нисколько, но если, твои сотрудники, товарищ старики, твои ветераны, тебя поливают, матом трехэтажным, иди застрелись, хотя, он, где-то в Тверской губернии, начальнику ФСБ, застрелился, ну я не знаю, но это, видимо, совесть заела, воровать надоело, лучше повесился, что ли, 30 человек, вот у нас сегодня, вот тут недавно был, 30 человек, из местного ФСБ, управления, задержать, брали троих террористов, старшему 20 лет, всех трех убили, трое офицеров, трое этих, ФСБ ранее, раньше Альфа-группа, 50 человек, мины брали, ни одной потери не было, он должен быть, 30 через 20 лет, он должен быть, волос не должен упасть, он должен быть, накормлен, опут, переодет, посажен в тюрьму, давать показания, и ни одно, волос не должно упасть, все должно быть, никакого избиения, забудьте, он пишет, Миша Трипашкин, тоже полковник старый, так сказать, тоже издевались, один как хотели, там избивать уже начинают, бить начинают, нужно подсудимых, последственных, обвиняемых, и так далее, ну что это, ну это безобразие, это нужно, каленым железом высекать, и сажать, ну там некого сажать, потому что пацанью, в детский сад, там, Теннерлак, ну это же безобразие, ну что он как в Миша Трипашкина не сделает, за что это за ерунда, ну за что его мужик, делал, здесь шелуранка законодательства, все делали законно, и так далее, Литвиненко, ну бог с ним, ладно, он там, так сказать, где-то что-то, ну зачем же его травить, таким образом поступать, ну это же безобразие, создай условия такие, чтобы у него совесть заиграл, он снять перед тем руководством, хотя, конечно, Крючков в 91 году, надо, ну совесть ли вы мужик был просто, так вот, вы вдумайтесь, вот я говорил уже об этом, еще раз хочу сказать, 63 тысячи пограничников, ребят, прошло через Афганистан, их переодевали в форму Советской Армии, и они несли службу там, внутри Афганистана, причем это манерные группы были, операции, 400 человек погибло, и никто не болтал, потому что это конфликт, скандал международный, пограждали спецвойсками, они не должны болтать, не дай бог узнали, международные санкции выделили, потому что договор был с Афганистаном, обведение граничного контингента, и все мальчишки, пацаны, ребята эти молчали, замечательный ли, вот где, вот это костяк управления, эти мальчишек нужно, вот они должны управлять, потому что с малолет, вот с юности, в основном, ребята, я знаю, из деревьев, я не еду, я ЗАЗ-аппаратуру, отслужил, что-то знал прекрасно, из деревьев и так далее, ну вот они, служили родине, выполняли спецзадания, с малолетом, вы вдумайтесь, ведь это же надо легендировать, не 12, не 15, 63 тысячи человек прошло, через Афганистан пограничников, и никто не болтал, что были передеты формы, советской армии, что, так сказать, находились там, и даже когда наши, сейчас говорят, вышли в 1989 году, до 92-го года там еще ребята были, охранялись с той стороны и так далее, ну это же прелесть, это уже наши мальчики, умницы, которых нужно беречь, создавать условия, брать в управление, на эти маркзации, здесь есть, у них тут насували, и все, что делают, он до генерала дослужился, ни разу в войсках не было, ну это же издевательство, это вообще все, заканчивают, шаркеру контору, изгоняют все нахрен, нахрен, ну вот такая страна, ну что, безобразие, только смеяться приходится, что никакого отношения к праву, к закону, порядку не имеют, это бардак и безобразие, спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович, ну-ка, а вот получаем.